В Ужгоре проходили вещи, где даже коммерческие структуры кинотеатров согласились с тем, что давать снышки. То есть, например, если приходит группа, она получает билет по 15 и по 10 гривен. То есть кинотеатры, сеть кино, Cinema City отказалась от коммерции, чтобы только люди посмотрели. Это тенденция для того, чтобы привлечь зрителя, приучить к тому, потому что Любовиру сейчас будет проще идти за мной с тенями. Потому что мы, ну я серьезно, мы чуть-чуть, мы как бы зрителя успокоили, что есть хорошие фильмы, хорошего качества, технического качества, имеется в виду и звук. То, что говорил Владимир Владея Дмитрию Колесникову, и цвет, и цветокоры, и все, то есть картинка хорошая. Это тоже залог успеха, потому что половина фильма как на коленке сделана, и вы же тоже не забываете. Как смотришь, аж вот такое чувство, глаза болят, как через какую-то марлечку все это. Потому что никто не задумывается, что зритель после категории А американского фильма, первое, что ты делаешь, ты должен сначала знать, как говорил Спилберг, дайте 10 минут ему заинтересуйте, а потом рассказывайте историю. А заинтересовать чем? Это и картинка, и звук, и ситуация. Ты заинтересовал, а дальше уже можешь с ними работать. Если человек видит, его раздражает звук, его раздражает картинка, он уже отторгает. Вот это мы сейчас, и благодаря Параджанову, опять же говорю, благодаря, даже как бы не ругали ломбарду, благодаря ломбарду потихонечку, потихонечку. То есть это все, знаете, маленькие шажки, по которым мы чуть-чуть привлекаем зрителей, как крошками просим, заходи, заходи, пойдите сюда, зайдите в кинотеатр. Покажите мне на диске. Да не надо смотреть в интернете, получите удовольствие. Это театр должен быть. Вы приходите в театр? Я говорю, после меня артисты приедут домой, я хочу, чтобы они поднимались, вот попрыгали передо мной. Никто же не задает какие-то глухие вопросы. Вот, ну, как бы, ответы. После того, как вспомнили, что будет хорошая история обоискового значения финансирования, Олег Гущенко так стряпнулся, но у него как раз не мало финансирования, он говорит, что сказать, я понимаю. Право тому, я вам скажу, я сейчас прохожу в такие очень кайфории «Поела Пекла», это, в основном, что касается финансирования. Ну, первое, я сейчас работаю переливно, как с российскими компаниями, так и с польскими. Это больше надеянно, что какая-то копейка может появиться, потому что это большая сложность. Что случилось в нас, что мне рассказывают поляки, где-то на начале 90-х, ближе до середины, Польша так же пробовала поддерживать свое кино в шляхом финансирования певных проектов. И сделала страшная пуча, потому что было створено такое, ну, простыми словами, алимяко говоря, чиноварство, которое было доступ к этих денег. Все другие были бездарные, не талановые, кто они такие и тому подобное. Но в Польщике очень сильное громадянское общество, и там не было никаких несваробий и тому подобное. Там было несколько громадских слушаний, где просто попросили, ну, вот мы сделали такие-то, либо такие-то. Вот расскажите нам, на что пошли эти деньги. Это был первый вариант, с чего началось такое, один крок вперед поиску кино. Что касается нас сегодняшнего дня, у нас это хорошо, что сейчас идет поддержка Министерства. Она нужна. Но это не означает, что нужно просто давать деньги. Вот эта технология, просто давать деньги под конкретные проекты, она сегодня существует в кольких странах в мире, и одна из них это Франция. Ну, Франция финансово стоит значительно выше, чем я. Это однозначно. У нас было бы добре, если бы давали, не просто вот, 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 глядя грошей, а, скажемо, под кино давали бы безпроцентные кредиты, хотя бы на 3-5 лет. Понимаете? И тогда бы была фантастичная ответственность. То есть, эти условия, они бы сразу сбежали, что бьют себе в груди, и скажут, что они таки талановитые, а вот люди вокруг все дубные, и они не ходят на их фильмы. Это неправда. Понимаете? Наши люди голодные на фильмы, например, что относится той, что пройшло в огонь и воду, то, как только он появился, я, напевно, передал в Штаты, и, это, и, 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 и... Все все ждали чего-то, ну, как бы сказать, комерциального, интересного. Все-таки история должна быть свежая, и есть период. Если взять в кулинарию, а я собираю рецепты, у меня их около 3 ГБ, то можно сказать, что так же как в сюжетах, так же в рецептах есть немного больше 20 штук. Все инше – это интерпретация. И на сегодняшний день каждая интерпретация, понимаете, мусить быть под наш час. Мои племенники, которым сейчас по 10 лет, они уже не являются, но постревают. Им не интересно, им мало информации. И если мы через это не пройдем, то сегодня мясорубка, сегодня мясорубка, сейчас мне легче, потому что я уже могу зайти до какого-то президента банка или инвестиционной компании. А на начале года я приходил, на меня смотрелось как на божевельного, понимаете, типа, а что он Петрович, что это за дурак вы будете на своем? Он приходит и говорит, что у меня кинокомилля есть, у меня тоже кинокомилля, банк называется. Я думаю, что сейчас все идет до позитива, потому что отбывается такая хорошая задача, не только мне, я думаю, что есть еще проекты, которые хорошие. Что для начала нужно? Нам будет уже легче, когда появятся проекты, которые не будут давать прибудку, а хотя бы повернуть в вашу. Понимаете? Это уже будет очень легче. Что касается прибудка, то тут мы еще можем працювать с постпродакшнами, мы еще можем працювать полностью, учиться и раскручивать свои проекты. Как бы мы, вот вы там на начале рассказали, там американцам, ну за что вот на них наезжать? Так люди просто до филігранности взвели метод реализации своих проектов. Так нужно, наоборот, учиться. Чому можно учиться? Так, сколько учиться? Нет. Рассказываю. Чому можно учиться? Вибачайте, я вам скажу. Я вам скажу простую речь. Скажите, пожалуйста, на каких сеансах иду украинское кино? В каком смысле? Ну, один сеанс. Сколько иду украинских? Сколько они вкладывают? Стоп, стоп, стоп. Сколько пишутся сценарии? Да, подожди. Что вы там рассказываете? Я вам скажу. Вот украинские. Вибачайте, державное кино. Вот державное кино. Вибачайте, это державное. Те же самое стало. Вибачайте. Той, кто проходит через свободу, нема жодного. Один бибборд біля кинопалацу. И все. И все. Больше ничего. И все. И мы вышли разом с тим кирпичом в комедии клуба. Однако, хотя там было забито. Справа еще. Еще скажу. Украинское кино. Дается. Вибачайте. У меня дитячий кино. А можно сказать. Какого хрена моё кино ставить на 22.40? Ну что, дорослый. Я журнал. Я журнал. Я тоже высяд. Так вот я скажу вам. Справа в том, что кинотеатры не дают нам сеанси. Ну не дают сеанси. Хоть. Я вам поспорю. Не даю. Почему они не дают? Все просто. Это коммерция. У нас есть факты такие, которых вы даже не знаете. Потому что, вы знаете. Режиссеры, они, в принципе, немножко эмоционально подходят к своему продукту. Это нормально. Мне были под ними режиссерами. В принципе, я занимаюсь дистрибуцией. Я занимаюсь дистрибуцией давно. Еще с 89 года. Я имею в виду 1989 года. Когда я начинал заниматься дистрибуцией, в Украине было порядка 50 тысяч экранов. И это было, в общем-то, реальное поле коммерческого восприятия. Ну, понятное дело, что не было интернета, не было телевидения, на что было большое внимание, не будем о прошлом. Что сейчас в Украине? В Украине сейчас 400 экранов. 400 экранов, которыми мы пытаемся апеллировать и говорить об окупаемости украинского фильма. 50 тысяч. Часть из этих экранов – это маленькие залы DVD. 400 экранов для 45-миллионной страны – это, в принципе, отсутствие национального проката. Отсутствие. То есть его, в принципе, нет. Простите, пожалуйста, 400 экранов – это только для украинского тела? 400 экранов вообще в Украине, где можно показывать фильмы на большом экране. Их 400 залов. 400. Больше залов экранов. Кинотеатров. Экранов. Кинотеатров – 132. 132 кинотеатра, но в мультиплексии там побольше экранов. Экранов – 400, кинотеатров – 132 на всю страну. О чем мы вообще говорим? О какой окупаемости украинского фильма можно вообще говорить? При условии, что на зарубежном рынке он вообще нахрен никому не нужен. Простите за точность выражения. Подождите секундочку. Я все равно не понял… Микрофон. Как здесь, пожалуйста. Извините. Микрофон. Меня зовут Виктор Сакевич, режиссер. Я все равно не могу понять… Почему у нас нет радиатора? Нет. Почему… Вы не отвечаете на вопрос, почему украинским фильмам не дают проката? Хотите я отвечу вам? Да давайте я отвечу вам. Еще раз, если вы не поняли. В стране 400 экранов. Да. В дне 24 часа. Многие не работают по 24 часа, многие работают по 12 часов. Экраны занимают время, средняя положительность фильма, 90 минут. Ну, средняя. Сколько фильмов выходит на один экран в день? Ну, сколько? Пять. Пять. Я вам отвечу. Пять. По санитарным нормам они еще должны зал убрать перед другим сеансом. Пять. Сколько премьер в неделю? Я вам отвечу. Порядка десяти премьер в неделю. Сколько среди них украинских фильмов? Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть… Нет. Шесть за этот год пока состоялось. За этот год шесть. А пять в неделю. Пять в неделю. Среди них такие, в общем-то, небезызвестные проекты, как «Сталинград» или там, господи, «Ролитар». Какая разница? Эти экраны заняты другим продуктом. Почему? Потому что мы сдали свои позиции в 91-м году и забыли вообще, что у нас есть своя кинематография. Потому что мы наплевали на свою кинематографию такими жирными большими плевками. Но если бы наши фильмы были такие же конкурентоспособные, как американцы, их бы прокатывали несколько. А с какого они пирога будут такими конкурентоспособными? Вот в этом главный вопрос. Сколько стоит? Сколько у нас экранов? Не потому что, а потому что у нас нет такого кино. В каком смысле бы нет такого кино? Ну у нас нет такого кино. Можно скажу вам? Вот у Жимин Банера есть такие кино. Вот у Жимин Банера такой фильм. У Банера в принципе. Один, а в Голливуде их сотни. Ну, я бы ничего не сказал. Сразу вопрос, сразу вопрос. Стоимость этого фильма в Голливуде? Нет. Ну, различная. Ну там много десятков миллионов. Ой! Более сотни. Вот Виктор правильно сказал в тот момент. Понимаете? Они рассыпают такие крошечки. Идите к нам. Что такое бюджетная реклама? У какого украинского фильма был бюджетная реклама? У нас больше всех. Я вам скажу, у нас не больше всех. Просто мы этим занимаемся два года. Мы эти тоже крошки рассыпаем два года. У нас нет таких денег, как голливудские. Да, сейчас узнаваемость фильма очень большая. Но только благодаря тому, что мы это делали два года. Я так говорю. Вы спросите. Почему? Почему про залы? Почему про залы? Это залы, ребята. Вы зайдите сейчас в кинотеатр или на Сталинград. На любой. Я понимаю. Пол зала сидит. Треть зала. А можно ли? 20% зала. А можно я тебе ответить? Сейчас еще дай. Дело в том, что культура зрительная сейчас такая, что ему легче посмотреть. Брон в интернете, как Витя сказал. Принесите мне домой. Нам нужно воспитать этого зрителя, который придет и заполнит зал. Даже 400 залов полностью заполненных, они дадут кассу. Дадут. Да, это не будет там 20-30 миллионов долларов. Не будет. Аватар 8 миллионов. Аватар крутился год. И это исключение, скорее всего, из правил. Это исключение из правил. Давайте мы берем вот средний продукт. Сейчас Сталинград. Очень серьезное кино. Потом я пошел на вечерный сеанс. Там сидело 15 коллег. Вместе со мной. Культура. При этом он собрал полтора миллиона. При этом он собрал полтора миллиона. При этом у прокатчика, у Пиндейча, договор с кинотеатрами, что не меньше 6 сеансов в день и хоть 15 коллег, но они крутят 6 сеансов в день. При этом в Донецке кинотеатр Шевченко нам говорит, ребята, я не могу поставить Иван Силу ни на один сеанс у себя. У меня контракт с дистрибьютором, я не могу его нарушить. Это все потому, что они дают деньги на промо. Вы поймите, что кино это не только красивая картинка, это коммерция. Ни один прокатчик не вложит в рекламу 20-30 миллионов гривен, понимаете, если он не будет уверен, что оно было. Украинское кино, хорошо. Вот мы пришли к прокатчику, сейчас прокатчик вложит вот такую мизерную сумму, только для того, чтобы почувствовать ответственность в рекламу. Все остальное делаем мы. А в голливудские фильмы, голливудские фильмы, они дают по 5-6 миллионов просто это на наружную рекламу. Не говоря о бюджетах там. Потому что для них это небольшой деньги. У нас просто нет, у нас нет вот этой культуры рекламирования фильма и культуры посещения кинотеатров именно зрителя. Согласен, а можно задать еще один вопрос? Есть еще один вещь, которую ты не знаешь. Вот я тебе просто скажу, приходят люди посмотреть Ивана Силу. Им говорят, зал продают. И они не могут купить билеты. Можно я закончу, можно я закончу, но я не закончу. Если в кинотеатре были уверены, что нет этот фильм, этот зал. Я хочу задать тебе вопрос. Люди приходят в кинотеатр. Это факт. Я много таких фактов знаю. Вам сейчас придется это пережить. Это самый, просят фильм. Говорят, зал продают. Они пытаются, в общем, как-то покупают билеты. Не знаю, как им удалось. И их вдвое. Зал пустой. Им выгодно сказать, что нет на фильм никого, чтобы выбить Ивана или там украинское кино из этого самого сказать. У нас люди не ходят в пустой зал. До свидания. Дайте нам американское кино. Это... Витя, если бы вы вложили... Если бы у вас была возможность денег в рекламу... ...если бы... Я не понимаю. ...и пришел в кинотеатр... Да. Да. Например, я согласен. Я тебе могу... Виктор, я так напомню. Ты сам стал... Вы пришли на Первый Национальный. Что бы вам сказали? Дайте денег за рекламу. Это вообще... Ну это... Я считаю, что национальное кино... Дет.